Сотрудниками полиции установлены личности вандалов, разрушивших ледовый городок на главной площади города Амурска. Более подробно смотрите далее. В преддверии Нового года главная площадь Амурска озарилась настоящим сказочным чудом. Сотни горожан пришли на площадь на открытие главной елки и, конечно же, ледового городка. Но ощущение чуда прошло совсем скоро. 11 января амурчане ясно увидели, что от красивых ледяных скульптур осталось не что иное, как развалины. И видно, что вандалы отрывались по полной. Ведь это ж сколько нужно было иметь желания и ненависти к прекрасному, чтобы разбить все до основания. Сотрудниками отдела МВД России по Амурскому району установлены лица, разрушившие 11 января текущего года ледовые фигуры на Комсомольской площади города. Ими оказались пятеро школьников в возрасте от 13 до 14 лет. Проверкой установлено, что в действиях подростков усматриваются признаки административного правонарушения – мелкое хулиганство. Однако ответственность по данной статье наступает с 16 лет. К административной ответственности привлечены их родители по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за недалежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 рублей. Решение об административном наказании будет принято на заседании комиссии по делам несовершеннолетних администрации Амурского муниципального района. Несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в отдел МВД России по Амурскому району. Сотрудникам правоохранительных органов понадобилась неделя, чтобы установить личности вандалов и привлечь, если не их самих, то их родителей к административной ответственности. Но все-таки возникает вопрос, откуда в подростках столько ненависти, дикости и непонимания того, что в любое дело вложена душа и труд человека. Быть может, это мы, взрослые, не всегда можем понятно объяснить своим детям, что чужой труд, он так же важен, как и свой собственный. Быть может, если мы сами начнем себя не допускать или хотя бы исправлять свои ошибки, то наши дети будут так же намного добрее, ведь каждый ребенок живет по примеру взрослого.